Игровое шоу Вообще человеческий организм порой удивляет. Как вам вот такая история? В далеком 1999 году американка Джоан Мюррей увлеклась парашютным спортом и совершала очередной прыжок с высоты 4,5 километра. Так вот, ее основной парашют не сработал, а запасной раскрылся очень поздно и не особо затормозил падением. Так уж получилось, что Джоан приземлилась на муравейник огненных муравьев и осталась жива. Врачи считают, что более 200 укусов вызвали чрезмерный приток адреналина. Он-то и заставил биться сердце женщины. Перенеся кому и многочисленные операции, Джоан все-таки впоследствии вернулась в парашютизм. Представляете? Что ж, желаю всем такого же везения и удачи. Мы начинаем. Что ж, здорово, когда везет, здорово, когда ты счастливчик, здорово, когда жизнь бьет ключом и есть друзья, с которыми весело всю эту радость разделить. Ну, в общем, если вы сейчас посмотрите на лица наших сегодняшних участников, то все поймете без слов. Весельчаки, в общем-то, смешные, забавные, яркие, интересные. Давайте знакомиться. С нами здесь Александр и Вадим. Привет! Привет! Ну что, если говорить о том случае, о той истории, о которой я говорил в начале, было ли такое что-то удивительное в вашей жизни, что вот закончилось благополучно? Какое-нибудь волшебное что-то случалось? С муравьев? Ну, без муравьев. Тоже как с парашюта. Что-то такое было, что прям, может быть, на волосок от чего-то ты был. Или так повезло в лотерею, например. Или что-то выиграл невероятное. Я был на волосок от отчисления, и в принципе, меня отчислили. Волосок порвался. Мне помогла, да, единственная волосок, нить, которая у нас связана с институтом, в тот момент оборвалась из-за творчества. То есть, в принципе, творчество мне помогло развиться в плане творчества, а мне помогло отчислиться из университета. Ты жалеешь об этом? Ты не восстановился? Нет, я восстановился, перевелся на такой факультет, закончил этот вуз, и сейчас совершенно спокойно и радостно к этому ко всему отношусь. Мне тогда очень волновался. Ну, понятно. У тебя, Вадим, что-то? Это была похожая история тоже с универом, с творчеством, связанная в этом плане, мы с этим похожи. Но мне помог декан, у меня этот волосок не оборвался. Олег Валерьевич, не буду говорить фамилию, мой папа Олег Валерьевич, да, помог мне. То есть, он позвонил моему дипломному руководителю, сказал, что Вадим сдаст диплом, я пришел к ней домой, она сказала, защищайся завтра. Я защитился на Трайбан, все красиво. На Трайбан. Ну, видимо, Трайбан тебе и поставили, да? Не-не, там Трайбана не было, такого Трайбана чисто за счет диплома. Красавчик. Спасибо. Понятно. Ну, расскажите немножко о себе, чем занимаетесь по жизни, чем увлекаетесь, как вы себя позиционируете в нашем городе, Саша? По жизни я веселый, позитивный парень. Если вы еще этого не заметили, друзья... Если кто-то еще не увидел, я веселый, позитивный парень. Ну, что, я думаю, расскажу о себе так. Закончил Айкосмический университет все-таки. Собственно говоря, занимаюсь сейчас творчеством, развиваюсь, шоу-меню, проводим, организовываем все, что можно. Что ж, ну и очень-очень-очень-очень классно, что я сегодня здесь. И не один, прошу заметить. Привел с собой друга, как говорится. Приди сам, приведи друга, получи приз, Вадим. Да, я закончил Айкосмический университет. Закончил. Неожиданно. Очень рад был этому. Работал в университете, делал посвящение, какие-то последние звонки. То есть вот больше какая-то постановочная деятельность, там, постановочно-сценаристская, да. Вот, хочу снять фильм или сериал, или какой-то очень мощный канал. Приглашаем, мы будем рады тебя снять. Да, конечно. Как сказать, алыверды. Алыверды, да. Ну, вот. Вы сегодня друг против друга, кстати, играете. О, нет. Я тогда отвернусь учиться. Кто же победит сегодня, мы не знаем пока. Но будем надеяться, что все-таки кто-то из вас получит. Хватилось бы на самом деле. А может такое, что никто не победит. Может и никто не победит. А может такое, что оба. Есть такой вариант. Есть. Давайте стараться. Убеждать. Дружба. Дружба. А у вас добрый телеканал? Дружба. Ну, в общем, познакомились мы с нашими участниками. Александр, Вадим, за кого будете выболеть, решать вам. На кону у нас замечательные призы. Оглашу, с вашего позволения. Пригласительные билеты каждый на двоих. Мультиплекс киномечта до 31 декабря действует. Модный показ, фэшн вообще шоу от Ирэн Мишель и Глэйм Персона. Это в Максимилиансе. И чудесные пригласители для вас веселых. И такие же веселые вас ожидают люди. Трио Камеди Клаб. 11 декабря. Клуб Максимилианс. Ну что ж, двигаемся мы в первый тур. Переходим за большим удовольствием. Ну что, правила первого тура просты. Есть шесть тем. Каждый из наших сегодняшних участников выбирает сначала одну тему, потом другую тему. Ну в общем, кто больше баллов заработает, тот и переходит во второй тур. У нас, собственно, шесть тем. Каждый теме по 10 вопросов. Темы вот какие. Есть тема, которая называется калейдоскоп. Здесь спрятаны вопросы из разных областей. То есть темы едины, они не связаны. Все, что как бы человек обычный должен знать и знает. Я надеюсь, вы тоже. Есть тема спорту, посвященная, если он есть в вашей жизни. Сейчас почему-то, как так, реакция была такая. Вы качаетесь, что ли, вы качки? Я играю в футбол. Отлично. Я не знаю, не помню, есть ли там вопросы про футбол, но, по-моему, есть. То есть один балл у тебя уже точно будет. Все, отлично. Есть тема про спорт, значит. Есть тема «Великие имена». Это люди, персонажи, какие-то удивительные граждане, которых вы просто не можете не знать. Знаем все. Есть тема «Сказки». Вообще, это моя тема. Почему? Я люблю сказки. Пох уж эти сказки. Пох уж эти сказки. И сказочники в том числе. Есть тема очень емкая, красивая, называется «Блиц». Короткий вопрос, короткий ответ. Прям можно заработать очень много баллов. А остальная тема не «Блиц», да? Остальные? Остальные темы, ну, не «Блиц». Остальные темы можно, да. То есть можем, в принципе, брать большую пару, посидеть, подумать. Можно. Есть тема, которая называется «Сюрприз». И там и тоже спрятана очень интересная тема, которая как бы появится для вас, как только вы ее выберете. И там можно один раз ошибиться, ничего страшного не будет. Потому что вы же не знаете, что там за тема. А в «Блицах» можно много ошибаться? Вообще нельзя ошибаться. А если ты ошибаешься, то все сгорает? Ничего не сгорает, просто баллы считай. Все эти билеты. То есть видео-двойка, стиральная машина, все, что мы брали, сгорали. Ну что, итак, тема «Блиц», «Сказки», «Сюрприз», «Спорт», «Колейдоскоп» и «Великие имена». Кто начнет? Я мог бы начать со спорта. Давай, начнем. Спорт нашел меня, и я начну со спорта. Что делает Вадим? Вадим отвечает на вопросы. Что делает Саша? Саша сидит и слушает Вадима. И как только Вадим ошибается, Саша тут же начинает загибать пальцы в случае неправильного ответа. И я надеюсь, что пальцы не надо сейчас загибать. Поехали. При игре в теннис в нее нельзя попадать мячом. Сетка. Из какого количества игроков состоит футбольная команда? 11 на поле. 11. Ручные ускорители байдарок, каноэ и других безмоторных лодок. Загибайдарок. А можно еще раз вопрос? Конечно, ручные ускорители байдарок, каноэ и других безмоторных лодок. Верно. Начало дистанции. Старт, а конец? Финиш. Для этой спортивной игры обязательно нужна корзина. Баскетбольная игра. Да. Выступает ли мужчина в синхронном плавании? Нет. Я так долго думал над этим вопросом, пытался представить. Прыжки синхронные, я подумал, представил себе прыжки синхронные, Саутин и Бороскок, подумал о них и... Кстати, в этом году вводят парные программы, только сегодня слышал, будут готовиться к 2018 году и вот с этого года выводят парные в синхронные плавания, смежные пары, то есть... С ума сойти, вот программа познавательная. Правильно, все равно. Так что скоро мужики будут ногами вот. Как называется площадка для бокса? Ринг. Назовите партию в теннисе. Ассет. Какие три слова составляют девиз Олимпиады? Быстрее, выше, сильнее. Страна, подарившая миру дзюдо. Надеюсь, Россия. Нет, Япония. Япония. Минус один. Сейчас случилось просто страшное. 9 баллов заработал Вадим. Вот на волосок от смерти есть сейчас. Ничего страшного, Саша, что выбираешь, какую тему? Великие имена, калейдоскоп, сказки, блиц или сюрприз? Да, пожалуй, сказки. Сказки. Ну что ж. Черт. Сказки абсолютно разные, как русские, так и современные. Черт. Поехали. Где жил Чебурашка до встречи с Каркодилом Геной? В Лондоне. В телефонной будке. Понял. Практически, но не в Лондоне. Что носили в обязательном порядке все жители изумрудного города? Изумрудные кольца. Зеленые очки. Понятно. Где бабка нашла для колобка муку? По сусекам поскребла, собственно говоря. И по амбарам помела. Молодец. Что подарила ослику Иа на день рождения сова? Сова ему подарила мудрость и хвост. Мудрости не помню такого. Где заболели бегемотики? Страусята, слоны и носороги. И доктору Айболиту пришлось туда отправиться. В Африке. Молодец. Когда не знаю, я попал в больницу. Чем его лечил доктор Пилюлькин? Сашенька, ты знаешь? Доктор Пилюлькин лечил его пилюльками. Нет. Касторкой и йодом. Антибиотики. Антибиотики. Да. Антибиотики. Где обычно сидела любимая крыса Шапокляк Лариска? Лариска Крыска сидела у нее в сумке. Верно. Где жила дюймовочка зимой? Дюймовочка зимой жила в коробке. В каком-то Венгрии. Нет, она жила в мышилой норке. Ну, это Венгрия. В принципе, Венгрия, да. Где территориально, теперь, может, как раз тебе поможет, твои географические знания, жила снежная королева? А, в Арктике. На Северном полюсе. На Северном полюсе, в Арктике. Там же холодно. Ну, не знаю даже. Что попросил старик у золотой рыбки во второй раз? Нет, нет, он закинул небо. Вот поймал рыбку. Первый раз он что попросил? Первый он попросил для жены своей что-то. Харомы второй раз он попросил. Избу, правильно. Вот и 10 вопросов пролетели. Минус 5, Саша. Перечитай. Перечитай. Пересмотри все, что есть. Спасибо спорту. Если бы ты взял сказки, Вадим, ты бы сейчас так не улыбался. Ну что, Вадим, тебе предстоит сейчас выбрать вторую тему. И остались у нас калейдоскоп, великие имена, блиц и сюрприз. А можно сразу спрашивать, что такое калейдоскоп? Калейдоскоп там вопрос из разных областей. Просто вот всякое-всякое. Бери калейдоскоп. Бери, хорошая тема. Хорошо, беру, беру. А мы не настаивали, если что. Ты сам. Мы не давили. Я загибаю пальцы. Поехали. Средство передвижения. Имеет два колеса, но без мотора и без педалей. Самокат. Самокат, конечно. Колючий садовый ягодный кустарник. Шиповник. Крыжовник. Крыжовник, шиповник. Крыжовник. Устройство в здании для быстрого подъема людей и грузов. Лифт. Небесное тело, расположенное ближе всего к Земле. Марс. Луна. Спектакль, в котором действующие лица не разговаривают, а только поют. Это буфонада. Нет, это же мюзик. Спектакль. Это опера вообще-то. Круглая цирковая площадка для выступлений. В цирке. Манеж. Цирковый манеж. Манеж-арена. Самый маленький из существующих на Земле материков. Самый маленький существующий материк. Если это материк, то это Австралия. Помнится. Автор сказок, а не знайки его друзья. Носов Виталий. Ого. Какое полезное ископаемое используют для производства пластилина? Я как будто уголь. Нет, наверное, не уголь. Деревяш. Деревяный пластилин тяжелое детство у человека было. Глина. Глина, но я не знаю, ты угадал, но в третьем разу. Если как вдруг ты решит загибать. Я думаю, потом меня тоже подыграет. Ладно, летучим мыши, это птица или млекопитающая? Летучим мыши, это птица или млекопитающая? Млекопитающая. Млекопитающая. Молодец. Итак, считаем. Минус 3. Заработал ты всего лишь 7 баллов. 7 плюс 9 это? 16. Аэрокосимические. И это правильный ответ. Это правильный ответ. Это правильный ответ. Но у Саш-то всего 5. Саша, сейчас надо прям перегнать. Надо угадать с темой. Надо, да. Что выбираем? А что там осталось? Остались у нас сплит, сюрприз и великые имена. А в сюрпризе что? А, сюрприз. Когда сюрприз? Сюрприз. Несите шампанского, я рискую. Ну, ты знаешь, что если ты один раз ошибешься, это не считается в сюрпризе. Потому что ты... А, тут нельзя ошибаться? Нет, там один не считается просто. То есть ты ошибешься, и он не считается? Ну, короче, один уже у меня есть точно баллов, получается. Нет, про 0 есть. Минус 1 ты можешь выйти просто из доля А, понял. Да, это все время лограмм. Поехали, и тебе досталось, Саша. Ты не поверишь. Краски. Куклы. Черт. Саша, ты знал. Все замечательно. Поехали. Какая кукла является национальным символом России? А, это ж медведь. А, матрешка. Матрешка. Назовите куклу символ несгибаемости русского народа. Она поднимается во весь рост. А это... Как бы ее не пытались ее свалить. Это же неваляшка. Неваляшка. Как называют куклу, которую сжигают на проводах зимы? Масленица. Каким французским словом называют во всем мире кукол на ниточках? Марионетки. Назовите имя сказочной куклы с необычными волосами, которой, ну, очень нравилось быть учительницей. Людмила Тимофеевна, соседка моя. И Слав Петр. Кукла, которая... Ну, у нее были необычные волосы, но она любила учить всех. Любила всех учить. Это кукла президента Путина. Нет, это Мальвина. Мальвина. Она же всех там в школах. Она не считается тогда. Не считается. Какая кукла справилась с целой армией мышиного короля? А это щелкунчик. Как зовут куклу друга Барби? Кен. О, хорошо. Произношение-то какое. Как звали жену президента США? Джона Кеннеди. Чьи наряды копировала первая кукла Барби? Вот есть Джон Кеннеди, а есть... Есть Барби Кеннеди? Нет. Люси. Это Жаклин. Жаклин, точно. Жаклин Кеннеди. Какая соломенная кукла стала правителем волшебной страны? А соломенная кукла стала правителем Страшила? Страшила. Какое название имел Карабас Барабас? Он был... А, его должность? Да. Он был режиссером театра. Звание. Звание. Да, у него был там даже какой-то научной степени. Профессор... Карабас Барабасыч. Нет, он был режиссером точно этого театра. Режиссером-постановщиком. Они тогда работали. Такое ощущение, ты прям изучал биографию Карабаса Барабаса. Биографию Википедии. Карабас Барабас. Но он был режиссером-постановщиком третьего уровня. Он был доктором кукольных наук всего лишь наук. Точно. Точно, точно. Вот, ну что, у нас, получается, доктора мы не узнали, Жаклина мы не узнали. Минус два. То есть семь заработал и пять. Двенадцать против шестнадцати. Я сейчас догоню. Да не получится, не получится, потому что первый тур закончился. Все, время на шесть. Таким образом, получается, что у нас Александр получает утешительный приз, это билетики в кино. Но сходит, посидит, мультики посмотрит, ему это необходимость. Куклы, куклы поиграют. Да, да. Но мы продолжаем второй тур с Вадимом, однако Саша-то от нас не уходит. Я уж не знаю к вашей радости, и вы, к сожалению... Подсказули, сами подсказули. Да, Саша будет подсказывать, сидеть, подсказывать. Реакция билетики надо. Реально ничего не знал, реально не знал. Ты подсматривал за нами, видимо. Я просто к тому это хочу сказать, что вопросы будет отвечать Вадим, но он может советоваться с Сашей. Саша не может ему давать прямых ответов. Он может косвенно намекать. Ассоциации. Ассоциации. Вдруг ты неправильно размышляешь и так далее. Ну что, переходим во второй тур. Поехали. Ну что, второй тур, и у нас здесь очень много разнообразных вопросов. Вопросов три. Ну, они интересные, к ним частично бывают ответы, частично придется подумать вам самим. Ну что, поехали. Вопрос номер один. В средние века изобрели специальные наперстники из очень тонкой кожи, которые натягивали на пальцы только перед едой. Зачем они это делали? А, это можно рассуждать, да? Правильно. То есть ты часто говоришь сам с собой? Когда мне задают вопрос у человека, оттуда изнутри я отвечаю самому себе. Не ругаешься? Бывает, бывает, ругаю себя, конечно. В средние века это было. В средние века, да. То есть надевали такие наперстники на пальцы перед едой. Для чего? Ну, может быть, это какой-то признак знати, может быть, какой-то типа смотреть, и я... С козырной сижу тут. Может, они руками ели? А вы у меня спрашиваете, вы сами друг у друга? Они сначала рыли землю в средние века, потом шли обедаться. В средние века уже землю не рыли. Были специально наняты... Мы сейчас про рабов говорим, наверное. Нет, про людей обычно. Мне кажется, чтобы они ели руками, и как бы ребята дынь-дынь-дынь одели, и чтобы руки не были жирные, я думаю... Из очень тонкой кожи, дынь-дынь-дынь, это... Из очень тонкой кожи. Возможно, чтобы чувствовать еду. Возможно, они ели ежей. Чтобы чувствовать еду максимально. Мы не знаем, наверное, либо в качестве какого-то символа богатства, да, либо что-то в средние века. А в средние века это ключевое вообще? Да. Ключевое, да. Я уже не сказала, но Руси. Ага. Ну, скорее всего, не знаю, только от жира. Ну, вот представь, ты садишься обедать. Такой сел, ты поставил тарелку с чем-то. Кем-то. Со свининой с ним. И такой, ты сидишь и думаешь, надеваешь, и вот для чего-то ты это делаешь, где бы ты ни был. На балу ли, дома ли ты сидишь. Либо гиена, да, какая-то. Да, что-то не испачкаться. Хлеб брать с чистой рукой. Наверное, как-то так. Такие сидят сейчас, взомнили себя, значит, в средневековье. Несите мне мои пальцы, я буду брать хлеб чистой рукой. А, кстати, раньше об собак вытирали, вы знаете? Ну, это бедные об собак вытирали, а богатые одевали. А богатые об собак вытирали, салфеток не было. Не было салфеток у людей, ты знаешь? Салфеток не было, поэтому ответ, собственно, что вот, чтобы не испачкаться руки. Нет, чтобы не испачкаться руки, они одевали, я думаю, наперсточки эти, потому что не было салфеток в средние века. Кто не знает, тот подогревает. Ну, в общем, давай вот как сделаем сейчас. Я зачитаю вопрос. Да, да. И ты будешь сразу же отвечать. Ага. Готов? Да. В средние века изобрели специальные наперсники из очень тонкой кожи, которые натягивали на пальцы только перед едой. Зачем? Они заменяли в средние века салфетки, чтобы не испачкать руки гусином журу. То есть только гусей исключительно? Только гусей. Я представляю, вот средневековый стол, большой гусь. То есть надо ощипнуть. Надо ощипнуть, чтобы не изводякаться. В смысле, вот я даже не знаю, как тут быть, потому что направление логики верное. Верное. Но ответ неправильный. Ну, может быть, кабан, не гус. Для чего? Использовали для того, чтобы не обжечься, потому что вилок тогда еще не было. А я говорил. А я говорил, что не было вилок. Говорил, говорил, говорил. Не было приборов. Да, говорил. Ну, правильно, я думаю, можно считать. Господин Борщевский. Двигаемся дальше. В школе же, я надеюсь, все учились. Был такой момент, да. Да, но вот это мы не проходили про ответ. Ну, вот такой вопрос мой, связанный со школьной тематикой. Название какого школьного предмета? Уже попроще вопрос. С тюркского переводится как черный камень. Подвохи везде просто. И четыре варианта ответа. Хорошо. Школьная доска, чермила, карандаш или мел. Мне кажется, чермила. Рассуждайте, Вадим. А тюркский это язык какой-то азиатский, либо турецкий тюркский, либо какой-то версия, что-то такое. Тот чем? Что у них было вообще в то время? Подождите, Александр, человек рассуждаем. А я ему могу же ему древний язык рассуждаем. Древний язык, значит, у них не все было, то есть школьные доски у них не было. Схей, все. Я вам нахожу, ты говоришь, школа, хоришма, черный камень. Черный квадрат, это будет. Черный камень. Черный камень, мне коснет. Вот, наверное, это либо вот карандаш, на самом деле, либо чермил, потому что вот, может, он, знаешь, в каком-то был вот камни в каком-то. Они его растапливали, и получалось из графита, что ли. Ну, человек хорошо рассуждает, логически. Черный камень, ну, серый он же. А еще какой-то последний вариант. Мел еще есть. Мел судьбы, а может, мел? Юля говорит, там везде подвохи. Не помню. Я не говорил такого. Графит, в принципе, чермилится нормально. А может, черный камень, знаешь, может, в черном камне чернил? Черный, черный комнате. В черном, черном камне, черный, черный, да. Ну, нужно логичный ответ. Да, конечно. И правильный еще, да, в одном. Тогда ответ карандаш, графит. Карандаш, графит. То есть мел вас не смущает? Смущает, это мел. Там кальция много. А вы ели мел в школе? Ну, была, бывала, бывала. Черт, конечно, мел. Мел белый, может быть, телеков. Может, телеков. Инвертация языка, может, им привозили, долго везли, да. А тюрк-тюркменистана. Черный камень приезжал, а они его писали, писали, он белый стал. Но он же, мел, никак не станет черным в его случае. Ну, в принципе. Природный он такого же цвета. Хотя, может быть, а-а-а, смотри, может быть, они... Я просто стою и наслаждаюсь пока. Вы разговариваете, переписывать историю заново. А у них не было доски, и они рисовали на стенах углем. Он был черный камень. Ну, все-таки это мел. Ну, мел, по сути, тогда не мел это. Короче, это не мел, карандаш. Ставлю свои билеты в кино. А можно 50 на 50? Нет. Вот сколько мы выиграем, мы 50% отдаем государству. Ну что, какой у вас ответ? Мел, красивый вариант. За душу взял, конечно. Давайте попробуем. Графит, графит, карандаш, потому что он, наверное, максимально похож на самый логичный ответ, по крайней мере. Это ваш окончательный ответ? Это наш окончательный ответ. Я никогда не думал, что так на 60 миллионерах так же страшно. Смотрите, то есть вы считаете, что с тюркского черный камень – это карандаш. А как на тюркском звучит вот это выражение? Я обязательно препетирую, Саша, и как-нибудь тебе позвоню и произнесу. Короче, кматка. Что? Черный камень. У тебя бомба. Ну, смотрите. Значит, с тюркского «кара» – это черный, а «таш» или «даш» – камень. Карандаш. Да, 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 вот она, вот она победа. Молодцы. Один балл у вас есть, ура! Разбокатия? Карандаш. Я постараюсь. Сейчас на наших экранах появится фотография. Это макросъемка. Я понял. А вот что изображено на… Плохо вижу. Плохо видишь? Ну, ориентируйся на звук. А еще раз можно ее? Конечно, можно. Это какая-то злаки какие. Я не знаю, что это. Вам нужно угадать, что это в макросъемке. Кто это? Вопрос звучит так. Кто это в макросъемке? Нет, кто это? Кто это? Это живой организм? Это живой организм? Да. Это живой организм. Это, ой, макросъемка прямо. А еще можно вернуть? Еще можно. Один последний раз. Средний. Ну, предпоследний. Смотрите. Серый, коричневый, белый. Ежа, в принципе, похожая. Ежа похожая. Ежа похожая. Кто еще? Серый, серый, серый. Итак, ваш ответ это? Ну, это... А можно обобщающий ответ сказать, общий? Нет, мне нужна... Конкретный, четкий ответ. Что это? Кто это? Кто это? Итак, мы сейчас увидели макросъемку, и ребята считают, что это... Это... Ёж. Это Ёж. Это Ёж. Ёж. Это Ёж. Это Ёж. Это Ёж. Это правильно ответ. Это Ёж. Вы молодцы, справились с двумя вопросами. Из трех заработали два балла. Двадцать тысяч рублей. Две попытки отгадать, за каким же полем спрятаны наши суперпризы. Двигаемся в суперигру. Ну, в принципе, Саша заработал билеты в кино. Вадим тоже заработал билеты в кино. Но чтобы получить пригласительный на модный показ, на модное шоу, а также на триок-камеди в Максимилианс, нужно постараться. У вас есть две попытки за спинами. Сейчас появится шесть полей. От одного до шести нужно будет выбрать любую цифру. Может быть, это сделает два раза Вадим. Может быть, это сделаете вы по очереди. Ну, в общем, решайте. Две попытки сегодня. Две попытки. И за шестью ячейками, там только два больше, правильно? Да, если угадаете, заберете и пригласительный на показ, и на камеди. Если не угадаете, уйдете радостной, довольной с билетами в кино. Юля, какой-то намек минимальный. Мел. 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 Мел судьбы. Мел это два. Я думаю, мел это два. Мел почему два? Потому что не синий? Квадрат, мел. Открываем цифру. А то можем вообще не успеть. Открыть уже остается очень мало. А, нет, младшу. Два. Квадрат. Это ничего? Это, это ничего. Александр, мы, точнее, Вадим, ты как играющий, ты будешь пользоваться подсказками Александра? Или сам будешь второй раз? Посмотрю, что он скажет сейчас. Саш, ну давай, прям на тебе сейчас. Время. Я хотел три, потом на два перекинулся. Три, мальчишные вечно. Я еще. Три, мальчишки. Три, мальчишки. Все, что за три, девять. Время-то, идёт. Время-то, шесть. Пострей минуты, мне кажется, запросто. Три, мальчишки. Три. Три. Эти шесть. Или три? Или два? На сегодняшний сезон там было шесть барашков. Шесть. Шесть, да. То есть это такой скудный... Скудный сон, скудный сон. Скудный сон, просто шесть барашков. Наверное. А я ничего не делал, просто фотография была. Ничего не потерял. Ну и постул, Сергей Иванович. Ну так один, три, четыре, пять или шесть. Нет, не надо. Четыре, я так говорю. Четыре. Так, ничего нет. Итак, ваш ответ. Минута остается, можем вообще не успеть. Пятый, пятый ответ, естественно. Так, итак, раз, два, три, какой? Три, один. Один давайте. Один? Да, один. Один? Ну что, сто процентов. Один? Один. Или три? Три. Или шесть? Шесть. Играйте сами. Я не могу так. Давайте, три. 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 Да, три. Надо было сразу отгадывать. Ну что, ребята, справились. Ребята, молодцы. Хорошая была. Замечательно отправляются. Хорошо проводить время. Я же всем говорю. Прекрасных. Желаю выходных. Хорошего настроения. Не замерзайте. Согревайте себя. И хорошо, и здорово проводите время. Я с большим удовольствием с вами прощаюсь. Если хотите стать участниками нашей программы, обязательно записывайтесь на участие. И я с большим удовольствием здесь буду видеть вас в нашей студии. До свидания.